Я хочу обратить внимание на некий крен, в том числе появившийся в нашем правительстве, что частники к нам не обращаются, фермеры, за помощью. Ну это, наверное, просто в правительстве не знают, что мы оказываем поддержку не только крупнотоварным производителям в сельском хозяйстве, но и фермерам. Но только прошу не забывать одну серьезную вещь и истину, что крупнотоварные сельскохозяйственные предприятия, как их по-старому называли колхозы и совхозы, они были помельче, они ведь несут огромную социальную нагрузку. Я часто сталкиваюсь с фермерами, хорошими, успешными. Что тебе надо? Александр Иванович, земли дайте. Хорошо, бери. Вот перечень сельхозпредприятий в стране, их 20% примерно, которые сегодня работают ни шатка, ни валка. Бери, занимайся. А нет, вы мне дайте землю, а хозяйства мне не нужны. То есть не нужны сельхозпредприятия, фермы, комплексы, зерноток не нужен. И самое главное, деревни и люди не нужны. Вот землю дайте, а я людей там найму на какое-то время. Да, может быть, когда-то это наш путь. Но сегодня эти крупнотоварные сельскохозяйственные предприятия отвечают не просто за людей в той старой деревне. Они занимаются модернизацией этих деревень. Мы построили агрогородки по всей стране, полторы тысячи, по-моему, их, не без помощи этих хозяйств. И они брали кредиты. Они закредитованы в том числе и по тем направлениям, которые касаются государства, социальной сферы. Они там строили жилье, дороги, фапы, магазины, клубы и так далее. Они сегодня и вносят огромный вклад в их содержание. Так есть сегодня разница между этим старым колхозом-совхозом и фермером, которым надо земля, но не нужны ни деревни, ни люди и так далее. Первая задача для сельского хозяйства – жесточайшая диктатура технологий и производственная дисциплина. Никакой демократии и болтовни. На это должны быть мобилизованы все. Начиная от руководителя хозяйства, специалистов и заканчивая нашей милицией. Говорю об этом откровенно. Вторая – активное освоение новых для нас видов продукции растеневодства и животноводства. Каждый район должен видеть свою стратегию в этой отрасли. Меняется климат, меняется подход. Я уже об этом говорил. Надо возделывать то, что можно, и меньше завозить из-за пределов страны. Надо финансировать своего товаропроизводителя, как бы это ни было для нас сложно. Нынешний глобальный агротренд – это производство органических продуктов исключительно качества и по зеленым технологиям. Вы, наверное, заметили, кто по Логойскому тракту перемещается и Саченко строит новый рынок. Там все могут приехать и продать свою чистейшую продукцию. А это другие цены. Я уже говорил, это другая рентабельность. Но и контроль, конечно. Туда не прорвешься с традиционной продукцией. У нас есть закон о производстве и обращении органической продукции. И задача правительства разработать действенный механизм по его реализации. Потому что оборот этих продуктов уже превысил 100 миллиардов долларов США. Их рентабельность выше 15%. Этот рынок будет расти. И мы ни в коем случае не должны упустить эти возможности. И еще мы неоправданно много завозим традиционных белорусских овощей и фруктов. Что недопустимо. Сегодня две трети импорта мы в состоянии вырастить на своей земле. В садовых хозяйствах давно пора навести порядок. Там, где необходимо, заложите новые сады. Используйте новые продуктивные сорта плодовых и кустарниковых.